Велосипедистка 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 Велосипедисток Велосипедистка в районе дома номер 17 по улице Льва Толстого. Также завтра с 10 утра до окончания работ под отключение попадет и дом Ленина 72, но из-за ремонта внутридомовых сетей. После того, как воду дадут, ее необходимо пить в кипяченом виде в течение трех суток. Телефон диспетчерской службы БВК 274900. Сегодня березняковские полицейские прокомментировали шокирующее происшествие в эти выходные. В Березняках на взрослого мужчину и его сына напали озверевшие подростки. 14-летнему мальчику отрезали волосы, а отца, который вышел на его защиту, ударили ножом. ЧП произошло в субботу вечером. Как утверждает мать 14-летнего подростка, ее сыну угрожали ножом, затем отрезали волосы. Конфликт произошел возле 108-го дома по улице Юбилейная. С ними вместе были молодые девицы и мать одного из них. Сын вернулся домой и рассказал все. Мой муж сразу вышел к ним, я вышла за ним. После чего они избили моего мужа и пырнули ножом. Сразу после инцидента семья вызвала скорую помощь и полицию. По факту причинения телесных повреждений по адресу Юбилейная 108 в отделе МВД России по Березняковскому городскому округу зарегистрирован материал проверки. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на привлечение лиц, допустивших правонарушения к ответственности. Вот только по словам очевидцев, подростков поймали и увезли в отделение полиции. Однако сейчас обидчики вновь безнаказанно гуляют на улице, утверждают потерпевшие. Мать подростка опасается за жизнь сына и своего мужа, что совсем недавно получил ножевое ранение. Сейчас в полиции проводится проверка, ее результаты гласят совсем скоро. Увезли в реанимацию. Сегодня стали известны подробности аварии на перекрестке улиц Свердлова. Пятилетки, напомню, накануне водитель Приоры сбил велосипедистку. Вчера в четвертом часу вечера женщина на вид 45-50 лет, по словам очевидцев, ехала на велосипеде через дорогу на красный сигнал светофора. И угодила прямо под колеса Лады Приоры, за рулем которой сидел 27-летний молодой человек. Я ехал на зеленый сигнал светофора, мне сигнал светофора загорелся зеленый. Я ехал не быстро, так как шел дождь. Вот, от того светофора до этого. И просто мне девушка на зеленый сигнал, мне на зеленый, на свой красный получается, она мне выехала на велосипеде. Ехала она немедленно, то есть она даже, может быть, и не тормозила вообще. Она даже не тормозила перед пешеходным переходом и выскочила мне на красный. Я давай тормозить, начал уходить вот сюда влево. И все равно ее зацепил, получается, и, ну, естественно, произошел наезд. Пострадавшую госпитализировали. Сейчас женщина без сознания. За ее жизнь борются врачи реанимации. Сотрудники ГИБДД до сих пор не могут установить личность женщины. Документов при себе у велосипедистки не было. И в полицию о пропаже родственницы никто не обратился. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала женщина-велосипедист, которая с травмами различной степени тяжести была доставлена в медицинское учреждение города Березняки. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все события произошедшего. Личность женщины не установлена. Проводится проверка. Всем, кто располагает какой-либо информацией, просьба обратиться в кабинет 37 отдела ГИБДД по улице Березняковская, 67. И как стало известно, травмы настолько серьезные, что врачи не делают никаких прогнозов. У женщины повреждения головы, переломы ребер. Пробито легкое. Медики делают все возможное. В ГИБДД просят проверьте своих соседей и близких. Возможно, ваша соседка не открывает дверь или коллега сегодня не вышла на работу и не берет телефон. Если же вы стали очевидцем этого ДТП или знаете что-то о пострадавшей, сообщите об этом по телефону, который видите на экране. Сергей Калиник, Степан Никрасов. Новость Верхнекамья. Ни капли человеческого антигерой следующего материала отбывал наказание в колонии за тяжкое преступление и оттуда умудрялся обкрадывать доверчивых пенсионеров. В этом сидельцу помогали подельники из Березняков, Чернушки и Перми. Орудовали мошенники с конца 2019 по март 2020 года. За это время им 44 раза удалось наживиться на доверчивых пенсионерах и набить карманы на 570 тысяч рублей. Это была целая преступная сеть с довольно простой схемой. Мужчина из тюрьмы звонил пенсионерам старше 65 лет. По телефону был то сыном, то внуком, то племянником. Говорил, что попал в беду, ему срочно нужны деньги. Дальше в дело вступали подельники, которые приходили к пенсионерам домой и забирали наличку. Дело раскрыли березняковские следователи. В преступной группе были ранее судимые молодые люди 30-40 лет из Перми, Березняков и Чернушки. Обвиняемым грозит реальный срок до 10 лет лишения свободы. В Пермском крае стартовала программа дегазификации. Накануне к газовым светям по новой схеме был подключен дом в деревне Мартьянова Пермского района. Сбор заявок по всему Прикамью продолжается. Поступило более 24 тысяч обращений. Газовики призывают жителей региона активнее участвовать в заявочной кампании. Предлагаю вашему вниманию сюжет наших пермских коллег. Значит, вот у нас котен. Здесь ввод газа с датчиком анализатора воздуха. Раньше отопление и подогрев воды в доме у семьи Кузенцовых осуществлялось за счет электричества. Счет за ресурс в зимнее время превышал 10 тысяч рублей ежемесячно. Для семьи с тремя детьми такие растраты – непозволимая роскошь. Зато сейчас с проведенным газом платеж снизится в два, а то и в три раза. Дом 164 квадрата, который отапливает электричество, естественно, накладно. Газом, наверное, дешевле. Плюс дети очень любят купаться. Чтобы их в радостях не ограничивать газ, это очень выгодно. Газопровод в деревне Мартьянова, где живет семья, был проведен, но не у всех жителей территории была возможность провести его до дома. Сделать это позволила программа догазификации. В своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин поставил задачу обеспечить подведение газа к домам жителей страны без привлечения их средств. Краевые власти активно работают в этом направлении, ведь люди должны видеть позитивные изменения здесь и сейчас, независимо от места проживания. Совместно с главой региона реализацию программы газификации при Камье оценил генеральный директор «Газпром Межрегионгаз» Сергей Густав. 13-го заключен договор о поставке газа и договор о техническом обслуживании ВДКО. Регуляторный пункт настроен, можно впускать перечный пункт газа. Всего в регионе на 1 августа этого года более 164 тысяч негазифицированных домовладений в 454 газифицированных населенных пунктах. Подать заявку на программу до газификации жители края могут различными способами. Многофункциональный центр, куда придете, все, что касается газа, оплаты, подачи заявки, все обслуживают, примут, хорошие помещения. Это можно прийти в газовый участок на соседней улице, таких тоже много в крае. Можно написать заявку в единый государственный портал газификации.рф. Это единый портал единого оператора газификации, «Газпром Газификации». Там, кстати, Пермский край лидирует. На 1 августа 2021 года было собрано более 24 тысяч предварительных заявок на дегазификацию совместно с органами местного самоуправления. Наш регион находится на втором месте после Московской области по темпу сбора заявок. Мы со своей стороны, как регион, приняли на себя обязательство с 2017 года полностью компенсируем затраты в части газификации от начала границ земельного участка до стенки дома. Это означает, что, по сути дела, мы полностью получаем возможность бесплатно для жителей Пермского края получить газ. Ну и, конечно, та социальная программа по категориям, таким как ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, малоимущие, которые могут получить компенсацию за ту же газовую плиту. И для нас это тоже является очень важным. Прием заявок на дегазификацию продолжается. Корректировка план-графика будет проведена после выхода нормативных правовых актов. Валерия Ермакова, Евгений Загрязский, телекомпания «Ветта». Через неделю нам предстоит попрощаться с летом и вступить в осень, которая несет перемены. Речь идет о том, что с 1 сентября в России вступают в силу новые законы и правила. Часть из них обрадует граждан, часть усложнит жизнь. О сентябрьских изменениях вы узнаете из рубрики «Новости коротко». С 1 сентября водители смогут обжаловать штрафы за нарушение ПДД дистанционно. Раньше для этого требовалось либо лично явиться в отделение ГИБДД, либо направить туда заказное письмо. Теперь достаточно зайти в личный кабинет на портале госуслуг, выбрать соответствующий раздел и описать ситуацию, приложив имеющиеся документальные подтверждения своей точки зрения. С 1 сентября россияне смогут точно знать, есть ли в долгоиграющей молочной продукции натуральное молоко животного происхождения. С этого дня производители, в том числе индивидуальные предприниматели, а также экспортеры, обязаны маркировать продукцию сроком годности более 40 дней, в составе которой есть натуральное молоко. Такие средства идентификации помогут оградить покупателя от риска получить некачественную и опасную продукцию. Речь как о самом молоке, так и о сливках, кефире, сливочном масле, твороге, йогурте и так далее. В новом учебном году родители получили право переводить детей на семейное обучение, ничем не обосновывая свое желание. Важно заранее уведомить школу о своем решении и определить период, когда ребенок будет посещать учебное заведение для промежуточной и итоговой аттестации. Если выяснится, что ребенок не овладел школьной программой, его оставят на второй год, причем ему уже придется посещать уроки в школе. С 1 сентября заниматься международной перевозкой грузов на автомобилях смогут только предприниматели, внесенные в реестр Федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Бумажные удостоверения и карточки допуска выдаваться больше не будут. Информация о том, кто допущен к грузоперевозкам, будет размещаться на сайте надзорного органа. С 1 сентября меняются правила введения трудовых книжек. Сейчас в стране существуют трудовые книжки как традиционные, бумажные, так и электронные. С началом осени отменяется необходимость знакомить сотрудников под подпись с каждой записью, которую работодатель вносит в трудовую книжку. С 1 сентября организации, получающие у граждан согласие на использование их персональных данных, должны четко оговаривать срок действия согласия, цели возможного использования личной информации, информационные ресурсы, которым могут быть переданы данные. Новости коротко подготовил Андрей Фадеев. После рекламы мы расскажем, кого ждут на работу в Березняковский отдел ГИБДД и как стать наставником для трудного подростка. Еще много интересного ждет вас во втором блоке выпуска. Оставайтесь с нами. Плечо друга. Березняки стали участником краевого проекта наставничества, где ответственные и неравнодушные люди могут поддержать детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации. Сейчас на учете в полиции состоят 256 детей. Причины разные, вот только условия их жизни схожи. Зачастую эти ребята одиноки. Родительской поддержки не хватает. Порой у школьников нет даже собственной комнаты и стола, где они могут учить уроки. Этим ребятам будет оказана поддержка от наставников. Любой житель Березняков старше 18 лет может помочь городу и ребенку, который лишен детства. Сотрудничество добровольное, но кандидат в наставники должен иметь активную жизненную позицию и желание помогать детям. Также у него не должно быть судимости и проблем с алкоголем и наркотиками. Для участия в проекте нужно заполнить анкету и отправить на электронный адрес Пермской региональной организации «Правда вместе». Затем с вами свяжутся и назначат встречу. Подробную информацию вы можете найти в нашей группе ВКонтакте. Адрес на экране. По всем возникающим вопросам звоните по номеру 23-61-08. В ГИБДД Березняков недоборы. Там ждут в свои ряды новых инспекторов дорожно-постовой службы. Свободно 11 вакантных мест. Валерия Агалакова беспрекрас покажет рабочий день дорожных полицейских. ГИБДД, пожалуй, самая популярная в народе структура полиции. О них ходят анекдоты, мифы и едва ли не легенды. Но все это придумывают люди, которые видят их работу только со стороны. Мы же решили узнать о работе сотрудника полиции изнутри. День инспектора ДПС начинается в 8 утра. Сотрудники полиции получают табельное оружие и отправляются на утренний инструктаж. Там полицейских, которым предстоит заступить на пост, так сказать, вводят в курс дела. Раздают ориентировки, рассказывают о кражах, угонах, нападениях, произошедших за последние сутки. Развод окончен, и мы садимся в патрульный автомобиль к инспекторам ДПС Ивану Селенинову и Константину Политову. Иван работает в ГИБДД уже 7 лет. Его напарник на службе всего второй месяц. Старший лейтенант Селенинов признается, быть полицейским мечтал с детства. Полиция меня что, наверное, позвала? Это как у каждого молодого человека, который служил, любит, разумеется, машины. Это вырабатывается адреналин. С детства каждый мечтает о таком. Мы отправляемся на патрулирование и сразу же нарушитель. Серебристая 12-я затонированная в круг. Когда водитель увидел патрульную машину, ускорился и началось преследование. От закона не уйдешь, и снять пленку пришлось на месте. Любителю кататься в темноте выписали штраф в размере 500 рублей. Как рассказали нам наши спутники, если погоня в их работе дело привычное, то погоня со стрельбой – это уже из ряда вон выходящее. Например, инспектор Иван Селянинов ни разу не использовал табельное оружие, и, надеемся, ему не придется. Выезжаем на перекресток Карла Маркса, и прямо перед патрульной машиной красная Субару пересекает сплошную. И сечение сплошной одинарной. И только это, да? Да. А почему вы так поступили? Торопился. А куда? Ну, в больницу надо к ребенку. Просто торопился, а это долго ехал. Ну, нарушил, знаю, виноват. Вот так этот водитель в торопях схлопотал штраф в размере тысячи рублей. Обгоны в неположенном месте, превышение скорости, непредоставление преимущества пешеходам, непристегнутые ремни. С такими нарушениями стражи дорожного порядка сталкиваются каждый день. Безответственные водители не задумываются, что правила написаны кровью, и не выполняя их, они подвергают опасности себя и окружающих. Но самое серьезное нарушение – пьянство за рулем. Однако, такого горя водителя задерживают прямо при нас. Находились на маршруте патрулирования, на автороге Пень-Березняки. Данный автомобиль, ну, водитель данного автомобиля на требованиях сотрудников полиции не остановился. Проследовал движение. То есть, ну, проехали за ним, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. 1,53 мг – это тяжелая степень опьянения, равная выпитой бутылке водки. Если бы этого человека не задержали, он мог бы просто угробить других людей. Наши герои признались, они каждый день заступают на пост, потому что в этом городе живут их близкие. Порой выходят в свои выходные, потому что в роте ДПС – серьезный недобор. Сегодня свободно 11 вакантных мест. На службу в Березняковский отдел ГИБДД приглашают мужчин до 40 лет, отслуживших в армии годных по состоянию здоровья, без судимости и проблем с законом. Образование среднее или высшее? Госавтоинспекция гарантирует стабильную своевременную заработную плату, льготное исчисление стажа службы при начислении пенсии, страхование жизни и здоровья, медицинское обслуживание, а также ежегодный оплачиваемый отпуск. А тем временем сутки на посту старшего лейтенанта Селенинова продолжаются. Сейчас он еще не знает, что за эту смену произойдет 8 ДТП, в двух из которых, к сожалению, пострадают люди. За 24 часа Иван и его коллеги пресекут 73 нарушения и остановят 6 пьяных водителей. Если и вы готовы вступить в ряды дорожных полицейских и служить закону, обращайтесь в Березняковский отдел ГИБДД, чтобы в нашем городе было безопасно. Валерия Агалакова, Степан Некрасов. Новости Верхникамья. 86% россиян довольны своей работой. Такие данные сегодня обнародовал Российский Центр изучения общественного мнения. Большинство опрошенных, 78%, ответили, что результат труда приносит им не только зарплату, но и моральное удовлетворение. Не считают так 20%. А мы вышли на улицы города, чтобы спросить у березняковцев, нравится ли им то, чем они занимаются. Конечно, нравится. Потому что я работаю с людьми, потому что я выбираю, кого хочу видеть каждый день. Потому что я иду на работу, и я знаю, чего хочу получить от сегодняшнего дня. У меня каждый день интересные моменты и необычные все, потому что все время шьешь все разное. Разным людям, детям, взрослым. Как бы всегда интересно. Потому что много денег приносит. А что вам за работа? По секрету. Нравится общаться с молодежью, учить чему-то? С детства мечта была. Нравится работать? Нравится. Почему? Потому что новое. Все интересно, все хорошо. Нравится, ответственное. Я работаю начальником смены на Азоте. У нас всегда отличные компании собираются после работы, в нерабочее время. Мы любим собираться, отдыхать. Очень нравится. Почему? Не знаю, очень выбрала профессию и очень довольна. Каким работаете? Я медработник. Всегда хотела работать кинологом. Люблю животных, поэтому устраиваюсь именно на эту работу. Работаю. Нравится. А кем работаете? В микросессоре, в шахте. Коллеги, зарплата, работа, все устраиваются. Подготовиться к первому сентября на 5 с плюсом. Совсем скоро прозвенит первый звонок в новом учебном году для березняковских школьников. Где можно стильно одеться и купить все необходимое для учебы, расскажет Ксения Калугина. Подготовка к учебному году у всех начинается в разное время. Одни родители закупают школьные принадлежности за несколько дней до 1 сентября, другие же отправляются во все тяжкие уже в начале июля. Ранцы, тетрадки, ручки, краски, форма, магазинные полки ломятся от ярких интересных предложений и главная задача родителей – подобрать только самое лучшее. И самое главное – то, в чем ребенок сможет с комфортом ходить в школу. Это форма. В компании «Непоседа» большой выбор школьной обуви, большой ассортимент детских товаров, школьной формы по доступным ценам. Приходите к нам, мы всегда вас ждем. И правда, чуткие и внимательные консультанты магазина помогут подобрать для ребенка школьный образ, в котором ваш ученик будет чувствовать себя комфортно. В сети магазинов «Непоседа» не только огромный ассортимент школьной одежды, но и констовары, которые понравятся даже маленьким привередам. Здесь вы можете найти большой выбор колготок, носков. Привлекает внимание и яркая спортивная одежда, а также модная и удобная обувь. Приобрести все самое необходимое вы можете в магазинах торговой сети «Непоседа». С «Непоседой» подготовка к школе станет праздником. С «Непоседой» школа на пять с плюсом! Ксения Калугина, Дмитрий Воронушкин. Новости Верхникамья. Подведены итоги акции «Минута спорта» на Верхникамье ТВ. Мы наградили самых активных физкультурников. Ксения Калугина потренировалась вместе с некоторыми участниками. Посмотрите, какие активные люди живут в нашем городе. Накануне Дня физкультурника мы объявили конкурс «Минута спорта» на Верхникамье ТВ. Главным условием было снять 60-секундный ролик. Выбирать было сложно, но мы это сделали. 11-летняя Настя Каминская стала победителем акции и заслужена. Целеустремленности этой девочки можно только позавидовать. Имея диагноз ДЦП, Настя регулярно занимается разными видами спорта и укрепляет свой организм. Даже сейчас. В этом ее поддерживает ее мама, которая, узнав об акции, без лишних раздумий смонтировала ролик. Спорт в нашей жизни играет очень важную роль. Каждодневные тренировки. Мы не сидим на месте, занимаемся, занимаемся, занимаемся. И тут узнали об акции. И решили поучаствовать, почему бы нет. Очень рады победе. Спасибо вам, всем организаторам и всем, кто за нас проголосовал. Занимайтесь спортом. Представитель самого доступного вида спорта стрит-воркаута Родион Бородулин за свои потрясающие трюки на турниках занял второе место и получил сертификат от сети магазинов «Золотой» на 3000 рублей. Наш специальный приз за массовость достался группе лучики детского сада номер 88. Даже сегодня ребята подают пример другим и бодро делают зарядку. И я не осталась в стороне от таких увлекательных занятий. От редакции телеканала и сети магазинов «Непоседы» ребята получили сертификат, по которому они смогут приобрести для своей группы развивающие игры или спортивный инвентарь. Анастасия Ушакова решила принять участие в акции не только с воспитанниками группы лучики, но и вместе со своей спортивной семьей. Результат налицо – третье место за полезный видеоурок семейных тренировок. Вообще, когда увидела эту рекламу у вас в ВКонтакте, я сразу же поняла, что это наше. Так как детский сад наш вообще занимается активно спортом и всеми видами спорта, да, потому что это здоровье наших детей. И это самое главное, потому что здоровые дети и счастливые родители. Все участники акции получили фирменные футболки от редакции телеканала. Спорту все возраста покорны. Занимайтесь спортом, достигайте высоких результатов и, конечно же, делитесь ими с нами. Верхникамье ТВ за здоровый образ жизни. Ксения Калугина, Дмитрий Воронышкин. Новости Верхникамье. Если вы неравнодушны к жизни города и сняли на видео происшествие или интересное событие, присылайте свой ролик и становитесь мобильным репортером программы «Новости Верхникамье». Мы также ждем ваших сообщений по телефону 43 17 11 или в личные сообщения нашей группы ВКонтакте. Автор лучшего видео недели получит в подарок сертификат на ужин в ресторане. Наш выпуск подошел к концу. С вами была Мария Коноплева. Всего вам доброго и будьте здоровы! Внимание! Открыт новый салон двери-окна «Кудесник» Парижской коммуны 54. В честь открытия скидки на стальные двери до 30%. Акция действует до конца месяца. Успевайте! Количество моделей ограничено. Спонсор прогноза погоды – охранное предприятие «Шериф Безопасность», охрана квартир, коттеджи бизнеса, «Березники», юбилейные 127 ТЦ «НЕО», офис 211. 25 августа на территории Верхниками синоптики прогнозируют преимущественно пасмурную погоду. В утренние и дневные часы небольшие дожди. В Александровске плюс 23 градуса. В Кизеле столбики термометров будут подниматься до отметки плюс 24. В Соликамске плюс 20. В Березниках в среду температура воздуха ночью плюс 15. В дневные часы плюс 20 градусов. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Ветер западный 2 метра в секунду. 25 августа солнечная активность умеренная, геомагнитное поле слабо возмущенное. Что ты рисуешь? Двери дома. Правильно, дом начинается с дверей, а наш с дверей Аргус. Сейф Двери Аргус. Высший класс по шумоизоляции и прочности. Взломостойкие замки. Тихо и безопасно в вашем доме. Двери Аргус. Только в салонах Кудесник. Охранное агентство «Шериф Безопасность». Нам доверяют 15 лет. Охрана объектов всех форм собственности. Защита жизни и здоровья граждан. Монтаж в день обращения. Система «Умный дом». «Шериф Безопасность». Флагман в сфере охранных услуг. Флагман в сфере охранных услуг.